он работает приветствую друзья, меня зовут Алексей и в сегодняшнем ролике я покажу вам состояние умного вентилятора, который был, собственно, создан еще не знаю, несколько лет назад, на экранчике вы видите сколько лет назад, во всяком случае, вышел ролик об умном вентиляторе, о первой его версии, вот, собственно, работала эта штука верой и правдой, как бы проблем с ним особо не было, за все это время эксплуатации микроконтроллер, на базе которого он сделал, зависал буквально там раза три, вот, естественно, все это лечится при помощи просто отключения питания с микроконтроллера и его перезапуском, вот, и, в общем, давайте посмотрим поближе на всю эту конструкцию, как видим, это обычный вентилятор вент, вот такой вот страшный вид всей этой конструкции имеет сзади, то есть здесь вот так вот вентилятор этот заканчивается, дальше идет вот этот вот клапан, который мне пришлось немножко модифицировать, отрезать с него вот эту вот верхушечку, прилетить ее на ухо, я уже честно не помню, а, собственно, почему я это сделал, потому что ход вот этой пластиковой мембраны был очень большой и она упиралась в вот эту движущуюся часть крыльчатки и, естественно, не могла открыться полностью, из-за этого создавалось излишнее сопротивление для воздуха, шума, вот это немножко подпилил, как бы, когда вентилятор не работает, то все закрывается, обратной тяги никакой нет, а когда надо подняться, он прекрасно это делает, вот, ну, конструкция как бы такая, да, в принципе, на коленке собрана, здесь вот этот вот замечательный чемодан, он у меня на такой вот металлической пластинке, не помню с чего она, вот, собственно, под капотом, так сказать, тут особо ничего интересного нет, замечательного и примечательного, на крышке так же, вот, здесь небольшая разводочка идет, датчик влажности и температуры ДХТ-22, вот, вынес я его наружу, в какой-то момент времени, мне, ну, вообще, изначально он стоял внутри, вот, его место было, то есть, он вот здесь, вот, прекрасно себя чувствовал, вот, но мне показалось, что он, все-таки, когда находится он под крышкой, вот, она его закрывает, внутри создаётся свой микроклимат, и уровень влажности, который создавался в ванной комнате, он отличался от уровня влажности, который находился здесь, и когда с ванной уже тянется нормальный сухой воздух, можно так сказать, да, то бишь, влажность упала, вентилятор выключался, когда он находился здесь, то здесь также скапливалась влага, и когда в ванной уровень влажности уже был нормальным, то вентилятор полно работает. Так, собственно, почему, напомню ещё раз, да, для тех, кто не видел там предыдущие ролики по этому вентилятору, почему я его сделал? На рынке есть вентиляторы, которые включаются от влажности, и, как бы, прекрасно работают, и никакого геморроя. Но, когда я собирал этот вентилятор, вот эта штука стоила порядка, не помню, 200-300 гривен, вот, а, так сказать, умный вентилятор, да, он стоил, кажется, 800 гривен, то бишь, 500 гривен за вот эти вот мозги, как бы цена великоватая, я считаю, при этом он включался тупо на влажность, срабатывал на определённый процент влажности, то этот вентилятор, он гораздо круче, вот, вот эти мозги, они не срабатывают на определённый, заданный, да, мной процент влажности воздуха. Микроконтроллер на показания, по показаниям этого датчика высчитывает точку росы, вот, исходя из температуры и влажности, вот, и когда создаётся конденсат, появляется конденсат, то бишь, это является точкой росы достигнута, да, то тогда только вентилятор включается, вот, это очень важно, то бишь, когда у вас, скажем так, 50 или там 70 процентов влажности в комнате, при этом у вас, там, 20 градусов, вот, и когда у вас та же самая влажность, но в комнате у вас, к примеру, там, 40, это совершенно разные показатели, и во втором случае никакой влаги на, там, на зеркале, на стёклах вы не увидите, вот, то бишь, и он не включится. В первом случае, естественно, он включится и будет тянуть. Если же вы поставите такие псевдоумные вентиляторы, которые на рынке продаются, то ему пофиг, он будет всегда высасывать воздух, который достиг определённой влажности. Но у меня цель была такова, чтобы эффективно бороться именно с выпадением влаги на поверхности, то бишь, именно достижение точки росы. Ладно, в общем, вкратце я про точку росы рассказал, то бишь, здесь в микроконтроллере зашита определённая программа, которая всё это высчитывает и так далее, и так далее. Эта хрень получилась довольно-таки универсальная, её можно использовать вместе с обогревателями. Вот, я так, собственно, и делал, в том, что у меня дом отапливается электричеством, я через неё запитывал конвектор, который стоял в пустующей комнате. Вот, и конвектор включался только лишь тогда, когда до точки росы оставалось, ну, скажем так, совсем чуть-чуть, там, за 3-4 градуса до выпадения росы, вот, включался обогреватель и начинал прогревать комнату. И прогрев там до определённого истеризиса, до определённого уровня, он выключался. Таким образом, я и экономил электричество, вот, потому что комната не прогревалась излишне. Я мог бы там поддерживать 30 градусов температуры, и у меня бы ничего там не конденсировалось, не было бы никакой плесени, влаги и так далее, и так далее. Но зачем, если я мог сделать то же самое, но дешевле в плане электричества. Вот, собственно, ладно. Так, что здесь касаемо подключения? Тут вот проводочки, как видно, всё дело заходит на микроконтроллер. Вот идут три провода. Это с датчика ДХТ. Вот, два провода идут на релюшку и, собственно, ой, не помню. Нет. Два провода идут на питание, собственно, самих мозгов, и два провода – это уже непосредственно запуск самого вентилятора. Собственно, почему я его разобрал? Потому что он перестал включаться. Естественно, никакие перезагрузки не помогали, ничего как бы не работает, и, собственно, надо понять, что здесь происходит. Тут мне делать нечего. Я перехожу вот к этой его задней части. В общем, вооружился ножиком. Корпуса у всей этой конструкции нет, как вы можете видеть. Всё замотано изолентой, наверное, потому что она не синяя, а вот такая вот полосатая, но и сломалась. Если бы мотал синий задней, то всё было в порядке. Вот. На момент сбора второй версии, в принципе, тут ничего не менялось, тут только блок питания поменялся. всё это работает, кстати, вот в 5-вольт. Вот. Так что, на момент сбора второй версии этого чудного прибора у меня не было блоков питания нормальных 5-вольтовых. Вот. Собственно, как вы видите, всё это выглядит следующим образом. Для того, чтобы понять, что именно здесь сейчас неисправно, причин вариантов поломок у меня может быть четыре. Первое – это вышел из строя вентилятор. Второе – вышел из строя блок питания. Третье – вышел из строя блок реле. И вышел из строя микроконтроллер. Всё. Для того, чтобы понять, что у меня не функционирует… А, ещё пятая причина – это может выйти из строя датчик ДХТ-22. Но как бы в нём я почему-то уверен. Так, для того, чтобы убедиться в том, что у меня всё в порядке, или же найти источник проблемы, мне нужно подключить питание на клеммы вентилятора. К полному вентилятору. Поиск причины. Вентилятор. Опа, на! 5 вольт на микроконтроллере есть. Очень интересно. Так, да, тогда, тогда нам нужно проверить. Собственно, блок питания у нас рабочий. Микроконтроллер, по идее, как бы, тоже рабочий. То есть, питание на него, во всяком случае, подаётся. Но не факт, что он работает ещё до конца. Я надеюсь, что он живой. И остался у меня блок реле и, собственно, сам вентилятор. Вот. Так, для дальнейших наших действий, что мне понадобится. Мне нужно будет создать условия наступления точки росы. Сделать это можно при помощи вот этого датчика. Мне нужно на него поддуть. И послушать, будет ли щёлкать реле. Блять, он работает. Окей. Конструкция жива. Ну, ладно. Собственно, я не знаю, что это было. Может быть, это была пыль на клеммах датчика. Вот всё, как бы, выключился. Может быть, была пыль... Ну, тут я ничего не чистил. Ладно. Не хочет он вздыхать. В общем, раз в несколько лет его нужно просто-напросто доставать и чистить или что это такое. Не знаю. Проводить некую проверку. Так. Сейчас вот ещё разочек сымитируем точку росы. Пожалуйста. Вот его, кстати, проблема. Он проверяет... Проверяет достижение точки росы раз... Не, не раз, а 200 раз в секунду. То бишь, стоит 50 миллисекунд на опрос этого датчика. Это я что-то как-то тупанул, но переделывать особо им уже не хочется, что, возможно, вот эти частые включения-выключения... Вот так вот это всё, вот видно. Открылась, закрылась и, собственно, всё. Ладно, замотаю его по новой. Вот. Собственно, когда это видео наберёт, не знаю, там... 200 лайков, да, я сделаю по этому вентилятору определённые доработки. Первое. Я установлю сюда индикатор не только того, что вентилятор включился, но и индикатор того, что микроконтроллер жив. То бишь, всё это дело будет моргать с частотой, ну, не знаю, там, к примеру, там, раз в пятику. Вот. Также переделываю его с датчика ДХТ-22 на датчик А2320, или как-то так он называется. Он просто тупо дешевле, при этом погрешность у него... определение такая же, или даже ещё лучше. Вот. И третья доработка, это будет уже, собственно, наведение порядка здесь. Будет установлен маленький блок питания, 5-ти вольтовый, который по размерам, ну, примерно, как вот эта релюшка. Вот. Что позволит, скажем так, существенно сэкономить размеры этой всей конструкции, и для неё я сделаю герметичный корпус на 3D принтере. Вот. Естественно, это... и также ещё будет доработка четвёртая. Будет резистор, вращением которого можно изменять частоту опроса вот этого датчика. то бишь, к примеру, от опроса раз в минуту, от опроса... да, от опроса раз в минуту, и, к примеру, до опроса раз в пять минут. Не знаю. Вот. То бишь, то, что сейчас довольно-таки часто опрашивается, и вентилятор порой включается, 20-30 раз к ряду. Вот. Естественно, это будет требовать доработки программы для микроконтроллера, скетч, который зашит вот здесь вот. Скетч будет выложен под видео, и, собственно, вся схема, как это устроено, то бишь, куда какие провода подсоединять и так далее и так далее, будет представлена там же. И, собственно, вы сможете воспроизвести это устройство самостоятельно. Как показала конструкция, проработав уже не один год, зарекомендовала себя хорошо. Вот. Собственно, на этом всё. Не забываем подписываться на канал, там лайки, дизлайки, дело такое. Если есть какие-то вопросы по этой всей шняге, то, пожалуйста, в комментариях можем обсудить. Вот здесь вот, внизу справа под видео находится колокольчик, нажав на который, вы будете получать новые уведомления о новых видео на моём канале. В принципе, сейчас уже наступает зима, особо каких-то работ по мотоблоку не предвидится. Но, опять же, там будут кое-какие вещи. Так что будет куча роликов на всякие такие тематики, потому что канал называется «Админ в селе». Это значит не только какой-то тяжёлый физический труд на поле, в поле, но и вот такие вот простые элементарные вещи, которые каждый сможет воспроизвести дома, которые облегчают жизнь и, собственно, экономят и средства, и нервы, и так далее, и так далее. Ну, собственно, на этом всё. Всего хорошего, удачи, пока, ребят! Субтитры сделал DimaTorzok